Коллеги, добрый день. Приветствую всех, кто находится в студии Национального пресс-центра. Также приветствую нашу онлайн-аудиторию, всех, кто присоединится в трансляции на YouTube-канале Национального пресс-центра. Сегодня мы традиционно в преддверии 3 июля обсуждаем вопросы подготовки и проведения праздничных мероприятий, приуроченных к Дню независимости Республики Беларусь. С нами сегодня в студии работают представители Министерства обороны Республики Беларусь. Это Алексей Геннадьевич Тицкий, начальник управления информацией, замначальника Главного управления идеологической работы Минобороны. Со стороны Министерства культуры Республики Беларусь работает Инна Марьяновна Адамович, консультант Главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства. Коллеги, регламент пресс-конференции у нас в течение 45 минут запланирован. Мы работаем по выступлению наших участников, потом перейдем к вопросам со стороны журналистов. Коллеги, кто следит за онлайн-трансляцией, вы также можете задать ваши вопросы нашим спикерам. Для этого вы можете прислать их на электронную почту Национального пресс-центра вопросsobachka.bpc.by. В ходе пресс-конференции ваши вопросы мы также озвучим. Будем приступать к работе. Инна Марьяновна, вам слово. Зеленые клавишные микрофончики, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Традиционно, конечно же, как всегда, ежегодно, Министерством культуры, совместно с заинтересованными органами госуправления, в частности, Министерством обороны, Минским горосполкомом, облсполкомом, запланировано ряд крупных мероприятий, посвященных Дню независимости Республики Беларусь, Дню Республики. Одними из самых масштабных мероприятий станут следующие, которые пройдут на территории города Минска и на территорию Минской области. Это торжественное собрание и концерт мастеров искусств «Беларусь, я люблю тебя» во Дворце Республики 2 июля. Это возложение венка и цветов в мемориальном комплексе «Курган Славы» 3 июля в 10 часов утра. Это и чествование работников культуры с дальнейшим галоконцертов мастеров искусств Большого театра Беларуси 3 июля. Кульминацией всех праздничных мероприятий, конечно же, традиционно станет галоконцерт мастеров искусств «Наша память сильнее» с проведением акции «Споем вместе» в 21.00 3 июля на площадке Убелиска «Минск. Город. Герой». Во всех мероприятиях примут участие руководители органов государственного управления, представители общественного города Минска, представители талантливой молодежи, патриотических общественных объединений, ну и, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны, а также представители дипломатического корпуса и творческие делегации из областей республики, из всех областей республики. Если вкратце говорить о каждом мероприятии в отдельности, то хочется отметить, что галоконцерт, праздничный концерт мастеров искусств «Беларусь, я люблю тебя» во Дворце республики 2 июля, пройдет тоже в этом году немножко в обновленном формате. К его подготовке подключены молодые режиссеры, это главным режиссером выступает Агата Москва, и вместе отдельные эпизоды, к постановке отдельных эпизодов привлечены также молодые режиссеры, это Андрей Урбан, Анна Сулима, Марина Качан, Сергей Микель, Татьяна Самбук и другие. В мероприятии будут широко привлечены также региональные коллективы со всех областей республики, также и солисты, и индивидуальные исполнители. Ну и, конечно же, в концертной программе примут участие ведущие коллективы республиканского подчинения, хоровые, оркестровые, ведущие солисты Беларуси, заслуженные народные артисты Республики Беларусь, представители, конечно же, талантливой молодежи, лауреаты специального фонда президента по поддержке талантовой молодежи и многие другие. Ну и в этом концерте режиссеры, жесткопостановочная группа, как бы, организаторы хотят подчеркнуть, что патриотизм – это прежде всего любовь к Родине, и это не просто политический принцип, социальное чувство, а привязанность к Родине и преданность ей. Поэтому в рамках этого мероприятия будем говорить о любви к Родине простым, понятным, доступным для всех языков, и преподносить всем зрителям и телезрителям концертные номера от нашей молодой творческой группы. В мероприятии планируется участие народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко, Геннадия Овсянникова, заслуженных артистов Республики Беларусь, Жанет, Алена Ланской, Ирина Дорофеева, Александра Солодухи, ведущих наших коллективов брендовых, это и группа «Песняры», группа «Аура», Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Геннадия Титовича, представителей Республики Беларусь на Славянском базаре Анны Трубецкой, Елисия Касича и многих других. Но и в рамках этого мероприятия также состоится выставка, будет организована фойе Большого зала, которая будет посвящена Году исторической памяти. Будет представлено несколько павильонов, посвященные разным эпохам истории нашего государства. Ну и в целом продолжительность мероприятия составит где-то полтора часа. Концертная программа плюс торжественная часть до 20 минут. В общем, приглашаем посетить это мероприятие. Будет интересное также техническое решение сценографии. Я думаю, что будет на что посмотреть. Далее в продолжение праздничных мероприятий 3 июля, у нас достаточно насыщенный день, состоится церемония чествования деятелей культуры Республики Беларусь в Большом театре Беларуси. Эта традиция была заложена главой государства в 2021 году и продолжена в нынешнем, в 2022 году. Также в рамках мероприятия будет организована выставка в фойе. Выставка, посвященная достижениям деятелей культуры и искусства, которые будут награждены в рамках этого мероприятия. Буквально вчера или на днях еще ранее уже подписан указ главы государства о награждении огромного количества работников культуры, деятелей культуры и искусства. Некоторые из них уже будут награждены 30 июня. А вот отдельные представители будут награждены именно 3 июля в Большом театре Беларуси. И именно им будет посвящена эта выставка, организованная в Большом театре. Главным режиссером этого мероприятия выступает главный режиссер Большого театра Беларуси Анна Моторная. В мероприятии после церемонии награждения также будут задействованы артисты Большого театра Беларуси. Кроме того, приглашены еще и народная артистка Беларуси Анталия Гайда, солистка музыкального театра. Будут широко представлены и талантливая молодежь наша, как всегда, в рамках наших мероприятий. Ну и концерт пройдет в таком легком формате. Программа включает популярные классические произведения. Также в мероприятии примут представители всех областей республики. Будут тревожческие делегации от каждой области. И широко будут представлены именно среди участников мероприятия, среди гостей наши представители талантливой молодежи, наша молодежь. Ведущие мероприятия Александр Аверков и Ольга Кожгалиева. Ну и, как я уже сказала, кульминации всех праздничных мероприятий станет галоконцерт у Стеллы «Минск-Город-Герои» 3 июля, начало 21.00. Данное мероприятие проводится совместно с Минским горосполкомом и ЗАО «Второй национальный телеканал», которым будет осуществлена прямая трансляция данного мероприятия. Основной темой галоконцерта станет девиз «Наша память сильнее времени». И в концертной программе прозвучат как популярные, так и новые песни в исполнении популярных певцов, молодых исполнителей и творческих коллективов со всей Беларуси в сопровождении президентского оркестра Республики Беларусь. Ну и, конечно же, кульминацией этого мероприятия станет акция «Споём им вместе», куда приглашены также руководители органов государственного управления, представители и руководители администрации президента, правительства Республики Беларусь, общественных объединений. Поэтому к этой акции присоединятся вся общественность, республики, все регионы, все уголки. И завершится данное мероприятие в 23.00 праздничным фейерверком, который также одномоментно одновременно пройдёт во всех регионах республики, во всех областях. В 23.00. Ну и, конечно же, это мероприятие будет способствовать консолидации белорусского общества, популяризации идей дружбы и вза понимания среди братских народов Беларуси и России, потому что будут представлены также и гости зарубежные, в том числе представители дипломатического корпуса в рамках наших мероприятий 3 июля в Большом театре и на Кургане славой. И хедлайнером мероприятия выступит российский популярный исполнитель Ваня Дмитриенко, потому что после акции «Спаем вместе» концертная программа продолжится танцевальной дискотекой с участием именно Вани Дмитриенко. Ну и закончится в 0.00 часов. Я думаю, что это мероприятие будет интересно для широкой аудитории и особенно для молодёжи, поэтому приглашаем вас посетить наши мероприятия. Пригласительные билеты, если что, на эти мероприятия, в частности на Стеллу 3 июля, распространяются Минским горосполкомом, так что можете обращаться им непосредственно туда и посетить данное мероприятие. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Алексей Геннадьевич, приглашаю вас продолжить. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Что касается военно-тематической составляющей при проведении праздничных мероприятий День независимости Республики Беларусь здесь, необходимо отметить, что в городе Минске будет организовано 10 военно-тематических площадок. Размещаться они будут на таких площадках, как Музейно-парковый комплекс «Победы», парк имени 60-летия Октября, парк имени Янки Купала, сквер Мулявина, парк экстремальных видов спорта, Национальная библиотека Беларуси, парк имени Михаила Павлова, парк Курасовщины, Минский городской дворец культуры и Чижовка-арена. Ну и 11-я площадка, которая вблизи города Минска, о чем мы уже говорили, это Курган Славы. На этих площадках будет организован показ выставки вооружения военно-специальной техники. Это различная модификация образцов сухопутной техники у нас. Будет выставка стрелкового оружия, демонстрация экипировки, которая стоит на вооружении вооруженных сил, показ различного инженерного имущества, интерактивный тир, в частности, на Кургане Славы будет организован. Будет развернут полевой кинотеатр, хлебопекарня. То есть можно будет увидеть, как в полевых условиях онлайн, как говорится, пекут хлеб. Кроме этого, на всех площадках будет работать фотозоны, можно будет сфотографироваться. Также организованы различные военные будут спортивные конкурсы. Естественно, эти будут конкурсы, организованные с призами. И здесь необходимо сделать акцент на то, что в основном это будут конкурсы и для детей, и для взрослых, но акцент будет такой вот, больше для детей конкурсы. Такие, как настольный теннис, шахматы, дарс, боминтон, перетягивание каната, метание дротиков по шарикам. Это вот спортивное мероприятие. Что касается военной, например, там конкурсы будут по связи. Кто быстрее передаст сообщения, сборка телефонной линии связи, перемотка полевого кабеля и много-много-многое другие. И, естественно, это все будет с призами. Значит, кроме этого, на площадках предусмотрено выступление кинологов со служебными собаками. Также жителям столицы и гостям подарят прекрасное выступление творческих коллективов образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь, академический ансамбль песней и танцев Вооруженных сил Республики Беларусь и военный оркестр воинских частей и соединения Минского гарнизона. Ну, естественно, все смогут попробовать солдатскую кашу. Все эти военно-тематические площадки будут работать у нас с 10 часов до 19 часов. Это основное. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Коллеги журналисты, если есть вопросы к нашим спикерам, то, пожалуйста, традиционная просьба представляться, включать микрофончик. Герман, пожалуйста. На газеты «Вразийская правда» на площади Победы ничего не будет. На площади Победы, насколько мне известно, будет организовано возложение при участии Минского горосполкома, Минским горосполкомом, при участии председателя Минского горосполкома. Но об этом более подробно, наверное, вам расскажет представитель управления культурой города Минска. Благодарю. Есть еще вопрос, да? В 11-й Минск новости. Скажите, пожалуйста, а в каких точках Минска будет дан праздничный салют в 23 часа? Вы знаете, что касается салюта по городу Минску, то однозначно могу подтвердить, что он будет дан в точке у Музея Великой Отечественной войны на стеле «Минск город-герой». И за что точно могу подтвердить и сказать, в парке Горького, обычно точка где-то неподалеку, да? Но и в других районах города Минска, но затрудняюсь ответить, потому что праздничным фейерверком у нас за него отвечает Минский горосполком. Поэтому более предметно необходимо обращаться именно за этим вопросом в управлении культурой Мингоросполкома. Но опять-таки праздничные фейерверки, насколько мне известно, проходят совместно с Министерством обороны. Но основной исполнитель – Минский горосполком. Спасибо. Благодарю, коллеги. Если вопросов больше нет из зала, в таком случае будем завершать нашу работу. Спасибо большое нашим спикерам за выступление. Я так понимаю, что наши телеканалы еще хотят потом отдельно записаться, поэтому, коллеги, не убегайте. Всем спасибо за работу и всего доброго. Продолжение следует...